Обострение акне при приеме системных ретиноидов вызывает достаточно много вопросов. И понятно, что и логично, что пациенты этого боятся и пытаются как-то все это предотвратить, ищут способы. На самом деле способы есть. Сразу хочу успокоить, что само по себе обострение возникает не так часто, как кажется. Но тогда, когда вы видите, что вы начинаете пить препарат, и у вас начинает появляться огромное количество новых воспалений, вы должны понимать, что доктор может назначить вам препарат, который будет гасить эти воспаления. Чаще всего в своей практике я назначаю раствор клиндомицина, он называется зеркалин. Препарат, антибиотик, который обладает помимо того, что антибактериальным эффектом, что безусловно ценно, еще дополнительно он обладает очень мощным противовоспалительным эффектом. И огромный плюс этого препарата, что в отличие от других антибиотиков, которые применяются при акне, он не вызывает так быстро привыкания флоры именно к этому антибиотику. Препарат зеркалин назначается не как основное лечение, я думаю, что вы это понимаете. Препарат назначается как дополнение к основному лечению, конкретно системному изотретинаину. Когда вы гасите это воспаление, когда вы не позволяете очень длительно ему протекать, вы по факту профилактируете рубцы, то есть сам по себе препарат, естественно, не работает с рубцами, но чем меньше воспаление у вас возникает, если вдруг возникло обострение, чем быстрее разрешается это обострение, тем меньше вероятность возникновения каких-то новых постакне на вашей коже. Продолжение следует... Продолжение следует...